Под какими предлогами можно заставить человека продать жилье и добровольно отдать тебе деньги? Немало схем для этого придумал главный герой сегодняшней истории. Беларус, который на протяжении нескольких лет зарабатывал на черном риэлторстве. В ход шли спаивания, обман, угрозы и даже похищения. Для этого была создана целая ОПГ. Это проект «Зеркало» — серия криминальных историй жизни Беларуси. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, если для вас это безопасно, будет интересно. Меня зовут Катя Пытлева. События этой криминальной истории случились 10 лет назад в Минске, где спрос на дешевое жилье всегда был высоким. Этим пользовались неофициальные риэлторы, которые предлагали квартиры горожан, ведущих асоциальный образ жизни, тем, кто хотел сэкономить. У главного героя истории, назовем его Леонид, был большой криминальный опыт. По двум делам о мошенничестве мужчина получил суммарно 8 лет и 3 месяца колонии, но отсидел около 4 лет и вышел по амнистии. С будущим подельником, назовем его Константином, Леонид был знаком и до тюрьмы. Тот одалживал ему крупные суммы без лишних вопросов. Занимался Константин недвижимостью, находил алкоголиков с жильем и долгами по коммуналке, продавал его, взамен покупал недвижимость дешевле, а разница становилась заработком мужчины. Искать таких клиентов ему помогал знакомый, у которого был доступ к базе должников по ЖКХ. Встретившись с приятелем после освобождения, Леонид снова попросил у него денег и рассказал свою идею взять в долг на открытие бизнеса под залог квартиры одного знакомого алкоголика. Но надо было сначала решить вопрос за должностью по коммунальным и оформлением приватизации жилья. Леониду нужна была помощь Константина как специалиста по таким делам. И он пообещал ему не только вернуть вложения, но и дать долю в будущем бизнесе. Константин был не прочь подзаработать и согласился. Однако потом эта ситуация повернется совсем иначе. А Константин будет уверять, что о мошенничестве не знал и верил, что деньги нужны именно на бизнес. Но суд с ним не согласится и назовет партнерство приятелей, организованной преступной группировкой. Из этого первого случая у них родилась целая схема совместной работы, преступную прибыль от которой они делили пополам. В итоге в деле будет более 10 пострадавших. Заманчивое предложение вложиться в перспективный бизнес грузоперевозок в Литве очень понравилось обладателю трехкомнатной квартиры в Минске – Роману. Он был не против получать пассивный доход без особых усилий. Для этого нужно было всего лишь взять займ под залог своего жилья. С такой идеей к нему и пришли подельники. Показали фото грузовых автомобилей для убедительности и пообещали помощь в решении всех юридических вопросов. На самом же деле план был другой – продать квартиру и попросту поделить деньги. Роман об этом даже не подозревал, и чтобы провернуть дело, Леонид придумал такую схему. Он нашел знакомого, который был не против дать в долг 50 тысяч долларов при условии, что будет оформлен не залог, а два договора о купле-продаже. По-первыхому Роман продавал свою квартиру за 50 тысяч долларов, а по-второму покупал, но уже за 55 тысяч. Эту сумму подельники должны были вернуть кредитору за два месяца, иначе квартиры Роман лишался. Самого Романа приятели убедили, что это нормальная схема залога. Обещали, что отдадут деньги и все будет в порядке. В БРТИ мужчина не понимал, что на самом деле продает свое жилье, поэтому быстро подписал все документы. Деньги от покупателя он снял со своего счета и отдал Леониду, получив взамен лишь пакет с бренди. Роман спокойно жил и продолжал выпивать, думая, что он теперь бизнесмен, и его деньги работают. Но подельники никакого бизнеса даже не начали, лишь успешно тратили деньги, как им вздумается. За пару месяцев ушла половина цены квартиры. Они приезжали в гости к мужчине с продуктами и алкоголем, опаивали его, рассчитывая на то, что тот пропустит время выплаты долга и сам будет виноват в потере квартиры. Подозрения о том, что он стал жертвой мошенников, появились у Романа после того, как Леонид сперва привел какого-то мужчину, чтобы показать квартиру, а после начал настойчиво предлагать то купить жилье в другом районе, то сэкономить и поселиться в комнате в чужой квартире. Роман написал заявление в милицию, но Леонид пообещал вернуть деньги в течение 15 дней, и уголовное дело не завели. Когда он так ничего и не вернул, Роман пошел в милицию снова, но Леонид силой и угрозами заставил его забрать заявление и продолжить свое участие в несуществующем бизнесе. Наконец, женщина, которая дала 50 тысяч долларов под залог квартиры, поняла, что деньги ей возвращать никто не собирается, и подала заявление в суд о выселении Романа из квартиры. Ее требования удовлетворили. Роману пришлось еще долго бороться за жилье. На помощь пришли родственники, наняли адвоката, нашли других обманутых, о них мы еще расскажем, и добивались милиции возбуждения уголовного дела. В итоге Роман подал иск о признании сделки по квартире недействительной, и суд вернул ему жилье, обязав, правда, отдать покупателям назад заплаченные деньги. За годы активной деятельности подельники одновременно обрабатывали несколько жертв. Еще одним пострадавшим в этом деле стал Дмитрий, который жил в Минске в неприватизированной однушке и имел небольшую задолженность по оплате коммунальных услуг. Из недвижимости у него был еще гараж, на который мошенники тоже положили глаз. Однажды к Дмитрию пришли двое незнакомых парней, которые стали пугать его изъятием квартиры из-за задолженности по коммуналке и предложили помощь. Они обещали не только оплатить долги, но также помочь приватизировать квартиру, чтобы потом ее продать и купить более дешевое жилье. Так ему остались бы деньги на жизнь. Единственным условием такой щедрости было завещание, согласно которому недвижимость после смерти Дмитрия останется незнакомцем. А до того Константин обещал присматривать за ним и помочь с пенсией. Поначалу Менчанин отказался от заманчивого предложения, поскольку работал и мог себя содержать. Но Леонид с Константином продолжали его навещать и одаривать небольшими суммами на спиртное и продукты. Подельники добились своего. Когда Дмитрий потерял работу и ему уже нечем было платить за квартиру, он согласился на предложенные условия. В процессе оформления документов для приватизации Константин заявил, что денег не хватает и пришлось влезть в долги. Чтобы их вернуть, он предложил продать квартиру Дмитрия, пообещав купить ему дом в деревне. Мужчина согласился. Но как только деньги оказались в его руках, обработка продолжилась. Мошенник предложил вложить деньги в бизнес, связанный с недвижимостью в Латвии, чтобы Дмитрий мог безбедно жить на проценты. Мужчина вновь согласился. Но Константин, который в этом деле играл главную роль, на этом не остановился. Когда Дмитрий получил письмо с требованием погасить задолженность по членским взносам в гаражном кооперативе, мошенник снова вызвался помочь. Выплатить долг, переоформить гараж на его сожительницу и выгодно продать. Выпивающий меньчанин снова согласился и потерял все. Здесь стоит добавить, что когда Константина арестовали, деньги от продажи квартиры Дмитрия нашлись у него дома. На суде мужчина уверял, что собирался исполнить все взятое на себя обязательства, но не смог, потому что его задержали. Но не только на квартиры в Минске покушались подельники. Приглянулся им и пригородный дом Игоря вщомыслице. Кроме алкогольной зависимости, особых проблем у мужчины не было, пока к нему не заявился Леонид. Сперва он занялся обработкой, привозил алкогольные подарки и небольшие суммы денег, которые ускорили укрепление доверия. А после предложил Игорю продать дом. Мужчина долго не отпирался. Он и сам подумывал съехать. В этом доме был убит его друг, при каких обстоятельствах в деле не указано. Получив согласие Игоря, Леонид обратился к подельнику за помощью. Взял 10 тысяч долларов в долг на расходы и пообещал заплатить еще три сверху после завершения сделки о продаже. Константин был не против подзаработать и согласился не только дать денег, но и помочь в поиске покупателей. Несмотря на рекламу объявления о продаже в интернете, желающих купить дом подельники так и не нашли. Тогда они решили вопрос иначе, обменяв дом на квартиру в Минске, которую было проще продать. Игорь был не против. Часть денег от продажи он получил на руки, а часть на счет. Тут же их обналичил и все полностью отдал Леониду. Тот пообещал, что положит их на счет и будет использовать в бизнесе около года. Но вместо этого подельники потеляли Игоря в сомнительные квартиры по всему городу. Он успел пожить даже во вратах Минска. Прописку ему сделали в далеком агрогородке. Поначалу Игорь ни на что не жаловался, ведь ему обещали новое жилье и часть оставшихся денег, а пока что обеспечивали самым необходимым. Но в конце концов он понял, что его обманули и обратился в милицию. Оставив жертву без жилья и денег, подельники неплохо на этом заработали. Константин отбил вложенные деньги и получил обещанный бонус. А Леониду досталось гораздо больше – около 50 тысяч долларов. Но большую часть срока мошенник получил не за подобные аферы, а за вымогательство с применением насилия, к которому он прибегал в случаях отказа клиентов сотрудничать. Эпизодов в деле, когда Леонид использовал самые суровые методы убеждения, было несколько. Но самый яркий из них коснулся крепко пьющего меньшанина Андрея. Он был собственником доли в квартире, которая ему с братом досталась в наследство от матери. По словам мужчины, однажды один из его знакомых попросил пустить переночевать друга. Он согласился, и уже через несколько минут к нему пришел Константин. Но ночевки не случилось. Осмотрев квартиру, новый знакомый быстро ушел, заявив, что подыщет для себя что-то другое. Позже он вернулся с предложением о продаже комнаты. Андрей, которого на тот момент брат не хотел пускать в квартиру, пока он не станет на трезвый путь, согласился на сделку. Единственным условием была покупка дома на вырученные деньги. После этого в дело включился и Леонид. Комнату поменяли на долю в квартире, где проживал наркоман, которого тоже не составило труда обмануть. Подельники обещали обоим, что найдут покупателя на квартиру и отдадут им деньги. Тут в дело вмешалась двоюродная сестра мужчины, у которой он поселился на время смены жилья, и убедила его не продавать долю в новой квартире. Андрей сказал мошенникам, что отказывается от сделки, и те начали ему угрожать. В один из дней они приехали к мужчине на работу, затащили в машину и отвезли на пустырь, где Леонид стал его избивать. Константин молча наблюдал за происходящим и вместе с напарником требовал, чтобы Андрей подписал документы на продажу и своей доли, и квартиры целиком. После чего отвезли его жить в деревню к знакомой цыганке Ляле. Двоюродная сестра Андрея обратилась в милицию с заявлением о розыске пропавшего брата, но тот позже объявился, рассказав о своем новом месте жительства. Заявить о мошенничестве он не осмелился, да и не знал, чем подтвердить свои слова. Впрочем, жизнь с цыганкой Ляле ему понравилась, и пара договорилась с подельниками, что Андрей останется жить у нее, а деньги от продажи доли получит владелица дома. Но всю сумму ни Андрей, ни Ляля так и не получили. За годы активной деятельности преступная парочка сумела обмануть более десятка белорусов. Они не раз обращались в милицию, но получали отказы в возбуждении уголовного дела против Леонида и Константина. Но в итоге, объединившись, потерпевшие все же смогли привлечь черных риэлторов к ответственности. Леонида, как главаря группировки, признали виновным сразу по нескольким статьям – мошенничество, похищение и вымогательство с применением насилия. Отягчающим обстоятельством стало то, что подобное преступление он совершал не впервые. В итоге Леонид получил 14,5 лет колонии строгого режима. Также его обязали выплатить четырем потерпевшим более 350 тысяч рублей. Константина судили отдельно. Мы не нашли информацию, какой срок ему дали. На процессе над Леонидом, из которого мы узнали всю эту историю, он давал показания, как уже осужденный.